Третий Республиканский форум молодых учёных начал свою работу в молодёжной столице Беларуси 2024 в городе Бресте. Среди участников форума магистранты, аспиранты, представители профессорско-преподавательского состава различных вузов нашей страны, представители Совета молодых учёных НАН, Республиканского Совета работающей молодёжи при Министерстве образования, Белорусского профессионального союза работников образования и науки, молодые учёные из Российской Федерации – всего порядка 200 человек. Масштабный форум встретил гостей выставкой достижений высших учебных заведений города Бреста. Представлены методы поверхностного упрочнения деталей машин и инструментов, повышается износостойкость по сравнению с другими методами, например, ионно-плазменное азотирование по сравнению с обыкновенным азотированием, в котором применяется аммиак. Оно сильно безопаснее. Аммиак – это, как известно, не очень полезная вещь для человека, а здесь просто газ-азот, и под большой частотой подается этот ток, и мы получаем, по сути, такое же упрочнение. Робот-садовод. Суть его в том, что он может садить растения, пока вы на работе. Садоводы могут более быстро выполнять посадку растений и менее затрачивать свои усилия к этому. Старт республиканскому форуму дал первый заместитель министра образования Александр Баханович, который всего полтора года назад возглавлял Брестский государственный технический университет. Поэтому о достижениях студентов ФУЗа он знает не понаслышке. В этом году Брест является молодежной столицей нашей страны, поэтому то, что мы проводим уже третий республиканский форум молодых ученых, наш учреждение высшего образования в Бресте, ну это очень даже логично и правильно. Вообще в целом я скажу, что в нашей стране развитию науки уделяется огромнейшее влияние. И прежде всего развитию молодежной науки, потому что это не только будущее, это сегодня наше настоящее. Третий форум, как я уже отметил, мы проводим, где молодые люди имеют возможность пообщаться между собой, представить свои идеи, свои задумки, которые уже, наверное, завтра станут такими мощными научными проектами, которые дадут импульс для развития всем отраслям экономики. Прежде всего, нашим инновационным разработкам Брест действительно является первым регионом, и это неспроста, он подтверждает свое название, свой статус первого региона во всех отношениях, в том числе и в науке. В рамках открытия форума лучшие члены Совета молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь были награждены благодарностями и грамотами за успешную научную деятельность. Республиканский молодежный форум в этом году собрал очень широкий круг участников. Впервые у нас присутствуют гости из Российской Федерации, также у нас сегодня представлена работающая молодежь и также представитель Национальной Академии Наук, и, безусловно, непосредственно сам Совет молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь. Такой широкий пол участников дает возможности для обсуждения абсолютно разных направлений научных исследований и возможностей применения их в практическом секторе. Конечно, мы понимаем, что за молодежью, за молодежной наукой будущее, и тот вклад, который делается сегодня, его результаты мы сможем увидеть как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Сейчас мы закладываем фундамент для дальнейшего развития нашей науки, образования, промышленности. Поэтому площадка Республиканского форума молодых ученых является очень важной, актуальной, и это то, что нужно здесь сегодня и сейчас, чтобы молодые ученые имели возможность пообщаться как на пространстве научной конференции, так уже и в рамках отдельных образовательных блоков, либо же других мероприятий, предусмотренных программой, обменяться своими мнениями и в дальнейшем развивать сотрудничество уже в форме выполнения совместных научно-исследовательских программ, получения грантов и участия как в наших конкурсах, так и, например, в мероприятиях союзного государства. А далее началась работа Международной научно-практической конференции. Она была разделена на шесть секций, на которых участники обсудили актуальные вопросы в области технических, социально-гументарных, педагогических и экономических наук. Мы ориентировали наш совет молодых ученых, они активно включились в эту работу, представили разработки, которые сегодня наша и студенческая молодежь, и те выпускники, которые остались на кафедрах и только вступают в науку, готовили. Это будут разработки актуальные для нашего региона, для страны в целом. Часть разработок связаны с нашим социально-гументарным направлением. В общем, все, чем мы можем гордиться, что мы можем представить, конечно, будем представлены сегодня, будут выступать на секциях наши и студенты, и молодежь. Я думаю, что форум пройдет организованно, и одна из главных целей состоит в том, чтобы ребята из других регионов, из других университетов познакомились друг с другом, познакомились с нашими разработками. Быть может, они найдут точки соприкосновения, и это послужит толчком для достижения новых результатов. Я хотел бы отметить еще те разработки, которые наши ученые, ну, немногие, одни из немногих разработок, которые мы все-таки показываем на этой выставке. Как правило, мы не повторяемся, у нас идет все вперед и движется. Это разработка, которая в том числе будет сейчас представлена у нас на ТИБА. Вот мы впервые ее демонстрируем здесь на выставке. Это по разработке, связанная у нас с отсчитыванием кодов при маркировке продукции. Вы ее увидели, и я еще раз повторяю, что на ТИБА на более, так скажем, широком варианте будет представлена, потому что мы не имеем возможности развернуть полностью установку. Ну и ряд других, конечно же, совершенных устройств. Это устройства по диагностике, повреждений различного рода механизмов, машиностроительных систем. Программа форума насыщена. За несколько дней работы гости ознакомятся с лабораториями Брестского государственного технического университета и Брестского государственного университета имени Пушкина. Поучаствовать в тематических секциях, научно-практической конференции улучшат свои навыки на мастер-классах и научно-популярных лекциях. Также участники форума познакомятся с работой предприятий Брещины. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.